Если хочешь быть здоров, сделай своему питомцу прививку от бешенства. Смех смехом, а в прошлом году только в Богородском районе было зафиксировано 20 случаев опасного заболевания. А в позапрошлом даже человек погиб. С этого года будет работать уникальная программа по вакцинации. Это трехкратная обработка диких животных, главных разносчиков бешенства. Было получено из средств федерального бюджета 700 тысяч доз вакцин для оральной вакцинации на общую сумму 19 миллионов рублей. Это программа беспрецедентная. Она планируется осуществить ее в три этапа. Это вакцинация весной, осенью и еще раз весной. На Богородский район выделено 67 тысяч вакцин. Один из видов – оралбивак. Это для лис, волков и барсуков. Это вот такой брикет, похож на шоколадку. Состоит вакцина из вируса бешенства и мясного фарша. Расход 5 штук на одну нору. Звери едят с удовольствием. Причем сейчас может быть даже двойная польза. Сейчас щенные лисы, у них нарождается молодняк. Эти щенные лисы поедают вакцину и у молодняка появляется кластральный иммунитет. Это молозивный, через молоко. Норы помогают искать ветеринарам бывалые охотники. Помогать-то помогают, но рассказывают, что от такого лакомства бывает и вред. Это хорошие меры предосторожности против бешенства лис. Но, ребят, мы заодно и нарушаем фауну, вернее, мы заодно нарушаем популяцию бурсука. Когда мы, значит, где-то 5 лет тому назад раскидывали эту траву, ребят-охотники находили погибших бурсуков. Правда, ветеринары говорят, что это скорее исключение. Она, в принципе, безвредная, эта вакцина. Если большая, слишком доза, если он съест их, то может быть что-нибудь. А так же, там, вирус, он ослабленный, в принципе, не должны. Польза от таких мер уже есть. В этом году заболеваний бешенством в 5 раз меньше. 4 случая против 20. Александр Быков, Максим Веселов. Объективно, ННТВ.